Разговоры вокруг свадьбы и султана Назарбаева, внука президента Казахстана, не прекращаются. Кроме чрезмерных растрат президентской четы, темой для обсуждения стали артисты, развлекавшие гостей. Западные таблоиды осуждают звезд, согласившихся ради щедрого гонорара развлекать семью диктатора Назарбаева, который, управляя страной, не считается с правами человека. Больше всего досталось американскому рэперу Канье Уэсту. За свой речитатив Уэст получил не менее трех миллионов долларов, при этом, видимо, распрощавшись со своей репутацией. Казахстан в смысле прав человека — это самая настоящая пустыня. Если бы Кенни был казахстанским гражданином и попытался бы высказывать свои мысли в открытую, он быстро бы оказался за решеткой. Так прокомментировал выступление рэпера, известный правозащитник и президент Human Rights Foundation Тор Харвелсон. Своё мнение выразил и руководитель фонда по правам человека Гарри Каспаров. Миллионы долларов, заплаченные Канье Уэсту, были украдены из казахской казны. Он поддерживал многочисленные благотворительные организации в течение своей карьеры. Тем не менее, он выступал перед убийцей и его бандой. Подобные характеристики по поводу участия рэпера в программе «Нашумевшие свадьбы» дали и ведущие мировые СМИ. Первыми артиста осудило такое авторитетное издание, как Daily Mail. Уже на следующий день после свадебного торжества была напечатана статья под заголовком. Канье Уэст проигнорировал нарушение прав человека за гонорар в 3 миллиона долларов, который он получил на свадьбе внука президента Казахстана Назарбаева. Не обошли тему и российские издания. Можно уверенно сказать, что в будущем Канье Уэсту эта история аукнется еще не раз. И, возможно, теперь он будет более разборчив и научится определять, что важнее, деньги или человеческая этика.